здравствуйте я ксения сурина и мы начинаем цикл передачи которые назвали курорт у дома курорт это всегда особенное место куда хочется возвращаться год от года это чистый воздух чистая вода и очень много интересного такой курорт мы будем создавать шаг за шагом в наших передачах и эта передача будет посвящена вечно зеленым растениям очистки воздуха ароматерапии давайте начнем ель пихта кедр сосна можжевельники все вечно зеленые растения круглый год создают микроклимат на вашем участке убирают пыль выделяют кислород почти круглый год убивают микробы выделяют аромамолекулы которые тонизируют нас дают природные силы для жизни а что еще нужно на курорте рядом с домом человек взаимодействует с миром через все органы чувств мы видим слышим обоняем осезаем все это как огромный поток информации проходит через нас и обязательно оставляет какой-то в нас след я сейчас не говорю о книгах которые мы читаем и о мыслях которым мы думаем я сейчас говорю только о внешнем окружающем нас мире мы сейчас находимся на площадке среди растений которые в принципе каждый из нас знает вот это вот казацкий можжевельник он растет у нас в средней полосе россии повсеместно очень хорошо разрастается заполоняя склоны это туя который часто используют для создания живых изгородей а сзади меня находится горная сосна любую сосну мы знаем горная просто она немножечко меньше чем они для нас интересны когда мы создаем курорту дома дело в том что сначала прежде чем начать создавать наш курорт нам нужно подумать о воздухе мы сейчас находимся в весеннем саду и у нас очень мало лиственных растений распустившихся растений у нас есть только вечно зеленые растения не создают нам зеленый фон и просто нам приятно среди них находиться но они для нас интересны еще вот чем они фильтруют воздух на них скапливается огромное количество пыли а пыль по данным всемирной организации здравоохранения влияет очень на наше здоровье когда в воздухе находится очень много пыли мы все болеем респираторными заболеваниями а на таких деревьях огромное количество пыли оседают они становятся естественными фильтрами кроме этого фильтрует воздух газон и кроме этого фильтрует воздух правильное возделание почвы но об этом мы поговорим немножечко позже что нужно делать этими растениями после зимы их нужно мыть для того чтобы они освободились от лишней пыли почему их нужно мыть потому что помимо того что они фильтруют воздух они еще выделяют огромное количество очень нужно для создания нашего курорта веществ все мы знаем о фитоцидах они обеззараживают воздух но кроме этого каждое растение несет нам аромомолекулы а фитоцидах все наверное слышали и об ароматерапии также ароматерапия это самое древнее врачевание рецепт ароматерапии открыли археологи которые датировали пятью тысячами лет ароматерапия буквально означает лечение ароматами то есть запах это лекарство как это происходит неужели вдыхая запах можно вылечиться и почему ароматерапия так ценилась у древних что они знали о запахах и чего не знаем мы запахи действуют на нас постоянно мы даже этого можем не осознавать но они действуют потому что они есть они растворены в нашем воздухе которым мы дышим науке многое известно о наших органах чувств обоняние самый древний орган но самый загадочный до сих пор нет четкой классификации запахов их гораздо меньше чем оттенков цветов но они не поддаются классификации есть еще одна особенность у нашего обоняния это единственный орган чувств где нервные клетки ничем не защищены тактильные все наши рецепторы закрыты кожей зрительные рецепторы закрыты роговицы глаза нервные окончания обонятельного нерва глины они напрямую получают информацию из воздуха когда мы вдыхаем аромат нервные рецепторы реагируют на это и мы его ощущаем есть очень резкие запахи например нашатырного спирта при потере сознания человек приходит в себя только от того что вдохнул этот запах никаких больше воздействий на человека не оказывают есть ароматы которые тонизируют а есть ароматы которые успокаивают есть ароматы которые четко воздействуют на определенный орган или на систему органов мы находимся сейчас в уголке сада растение которого нас тонизирует за исключением казацкого можжевельника можжевельник казацкий быстро растущий вечно зеленый кустарник очень неприхотливый быстро разрастается его смолы и эфирные масла лучше не вдыхать они токсичны но у него есть качество за которые его ценят экологи он активно поглощает летучие химические соединения которые наносят вред нашему здоровью он выделяет на 30 процентов больше кислорода по сравнению с другими вечно зелеными растениями это характерно для всех можжевельников посадки казацкого можжевельника на парковках на склонах вдоль дорог оправданы и полезны сосна нас стимулирует стимулирует работу головного мозга наш ум проясняется он нас успокаивает вот этот запах поэтому может быть в сосновых лесах так нам спокойно и приятно находиться и еще сосна является фитонцидом весной собирают сосновые почки собирают их пока они не раскрылись так сохраняется смола потом их сушат в тени обычно их рекомендуют для ингаляции при простудных заболеваниях сзади меня находится туя она точно также дезинфицирует воздух ее запах точно так же стимулирует работу головного мозга вот собственно говоря и все что я хотела вам рассказать об этих растениях это немало и мы их всегда можем использовать в любой момент нашего времени когда мы находимся у нас саду запомните вечно зеленые растения всегда синтезируют кислород даже зимой процесс фотосинтеза останавливается только при сильной жаре или сильном морозе и еще вечно зеленые растения поглощают летучие органические соединения аммиак например в нашем саду обязательно будут грядки там мы будем рассказывать об аромомасличных травах о лекарственных травах о кустарниках аромамасличных и когда человек выходит сад как только сошел снег он сразу начинает думать чем же будет он кормить свой сад химическими минеральными удобрениями или органическими фактически для нас это как вопрос быть или не быть шекспировский вопрос и нам нужно на него ответить однозначно быть а чтобы быть нашему курорту чтобы нашему курорту и терапевтическому саду создаваться нужно принять единственное правильное решение кормить наши растения только органическими удобрениями и никакой химии не пользоваться а что плохого в химических удобрениях эта история очень давняя она началась 1840 году когда юсус фон либих совершенно замечательный органик написал свою книгу теория минерального питания растений и он был абсолютно прав он сказал что минеральными веществами питаются все растения что стоит добавить в наш грунт какой-нибудь минеральные вещества наше растение станет хорошо расти но это оказалось не так более того началась целая эра которая продолжала 150 лет химических удобрений химических синтезированных удобрений удобрения все время наполняли нашу почву но почва от этого лучше не становилась более того происходило минерализация и истощение почвы и плодородный слой постепенно стал сокращаться это была практически катастрофа да и сейчас она продолжается а что делать вот например на лугах на полях в лесах никто же не удобряет растения но они такие мощные такие красивые и они растут сами по себе в чем этот секрет чем они питаются они питаются от перегноем перепревшими листьями опадом старыми деревьями вот это перегной он не пахнет он перепревал в течение двух лет поэтому он выглядит практически как почва в русском языке все слова очень емкие они несут настолько глобальный смысл и этот смысл никогда не меняется есть такое слово земледелие это делание земли наши предки это делали таким образом вот у каждого была корова коров дал навоз из навоза через некоторое время получался перегной этот перегной добавляли в грядку и в грядке все бактерии микроорганизмы червяки перерабатывали перегной до минеральных веществ и этими минеральными веществами кормилась любое растение которое росло на грядке и юстас фон либих ни в чем не ошибся именно минеральные вещества кормят наши растения а что случается когда мы в почву вносим химически синтезированные минеральные удобрения фактически я даже на каждой упаковке яд кто пошустрее из земли убегают червяки уходят потому что у них очень чувствительная химорецепторы они сразу чувствуют присутствие химии в почве бактерии частично умирают частично остаются и фактически разлагать и кормить растения больше некому но это можете делать вы каждые две недели по инструкции приносить своим растениям с ложечки химически синтезированные минеральные удобрения но мы же создаем курорт и а вот я в своем саду минеральное удобрение не использую и мои растения кормят червяки и бактерии когда в почву очень долго добавлять минеральные химические удобрения происходит минерализация почвы есть такое умное слово что это значит для нас это значит что плодородный слой сокращается настолько сильно что фактически земля уже не становится плодородная становится похоже на пыль а в пыли уже ничто не растет а что нужно делать чтобы вернуть червяков насекомых и бактерий в почву что ну во первых отказаться от любой химии а во вторых начать кормить наши бактерии и наших червяков органикой обычно это перегной или компост вот он так выглядит и он подкладывается вот так вот под наши растения а можно избрать другой способ я например я остановилась на бельгийской фирме dcm чем она меня покорила а тем что они в своем составе используют сразу 40 органических компонентов она абсолютно безвредна я ее мама я удобрение могу взять даже руками она в виде мини гранул она не пылит и она но практически не пахнет что входит в состав этих мини гранул состав конечно никто нам не откроет но я точно знаю что тут есть коровий навоз помет торф мука кровяная костная перьевые отходы и еще много-много чего а как его использовать я покажу в следующем сюжете потому что для этого мне нужно переодеться вот я переоделась и сейчас мы покажем вам как я буду использовать мини гранула dcm это роза она перезимовала мы ее немножечко подрежем для того чтобы она у нас имела красивый эстетический вид специально для любителей роз скажу что срезы при обрезке должны быть абсолютно ровными и в них нет никаких пятен сейчас мы снимем срез который не очень хороший и от которого нужно избавляться вот он тут и так дальше мы немножечко рыхлим землю вокруг розы и насыпаем на каждую розу примерно по горсти этого удобрения чем она еще интересно тут и органические и минеральные компоненты но минеральные именно природного происхождения и они нам нужны когда температура воздуха ну четыре пять шесть семь градусов почему потому что вот в такую температуру работают не органическая составляющая этого удобрения а именно минеральная и начинается подкормка нашего кустика при плюс четырех градусах мы подкормили заделали удобрение в почву и есть еще одно и одна особенность этого удобрения можно положить чуть больше и ничего растения не будет в отличие от химических удобрений она не сажет растения а просто чуть чуть больше подкормит наши бактерии и притянет сюда червяков собственно говоря вот все наша подкормка закончилась так за несколько минут мы подкормили розы и она готова у нас к целому сезону это удобрение работает 140 дней розу конечно нужно кормить после каждого цветения но если у вас нет такой возможности то вы точно знаете что в течение двух с половиной месяцев она у нас будет подкормлена весной не только подкармливают но и сажают розы самое одиозное что можно встретить в интернете это рассказа о том как сажать оголенную корневую систему роз вот эта роза с оголенной корневой системы у нее нет почвы и ее корень абсолютно голый сейчас мы покажем как это все мы будем сажать во первых длина корней должна быть четко по глубине наши посадочные ямы вот тут вот я ее померяна и в принципе корни мне не нужно обрезать я ее держу одной рукой корневая шейка находится вровень с землей ну вот так вот на ее мире и дальше держа на весу я начинаю засыпать нашу розу вот я засыпала ее сантиметров на десять и дальше я ее уплотняю мне нужно чтобы между корней не было воздушных пространств достаточно быстро все происходит земля который я в которую я сажаю розу никогда не подвергалась химическим атакам тут никогда не было химических удобрений второй раз я уплотняю когда практически корневая шейка у меня сравнялась землей корневая шейка это там где стебель отходит от корней и чтобы окончательно ее садить нужно чуть-чуть ее окучить вот таким образом дальше я беру наши органы минеральные удобрения насыпая опять в руку и вокруг наши розы рассыпаю и заделываю это в почву вот так за одну минуту мы посадили розу с оголенной корневой системой после посадки розу надо полить и создать ей комфортные условия для укоренения сделайте для нее мини парник поставьте дуги и сверху накройте не тканым материалом самое опасное сейчас для розы ветер и прямые солнечные лучи они могут иссушить побеги и роза может погибнуть для лучшего укоренения используйте биопрепараты например гумат калия и натрия научными исследованиями доказано что гуматы натрия и калия лучше химических стимуляторов роста есть еще один момент который я хотел бы вам показать только что мы посадили розу которая является привитой она состоит из двух частей наземная часть это сорт сортовая а корень это но обычно использует розу конина или любую другую на дикую розу на стране розу конина а есть еще корни собственные розы это розы у которых и наземная и подземная часть это одно и то же растение чем они ценны во первых очень много корни собственных роз зимостойки фактически на всем подворье посажены только корни собственные розы за исключением несколько арома масличных сортов и второе это не нужно при уходе следить за корневой порослью если корневая порсль начнет расти ее вовремя не удалить такая роза как говорят перерождается то есть у нее корень дикой розы забивает корень культурного подвоя корни собственная роза никогда не даст корневой поросли это значит что из вот этой дикой части корня никогда не проснется почка и не даст дикий побег который называется дичок и не забьет культурную часть нашей розы поэтому когда вы сажаете розу очень важно знать какую розу вы сажаете корни собственную или привитую еще раз повторюсь на подворье у нас использованы только корни собственные роз потому что за ними легко ухаживать наш курорт предполагает что тут будут высажены арома масличные растения самым интересным арома масличным растением является роза но не обычная роза а роза скрещенная с розой дамасской это та самая роза который воспел амар хайям и запах которой вдохновлял очень многих поэтов но дамасская роза такое теплолюбивое растение что очень часто не растет в садах россии вообще у каждой розы есть такая характеристика называется климатическая зона вот мы живем в 4 климатической зоне и когда вы выбираете розы для своего участка вы должны выбирать розы либо 4 климатической зоны либо 3 2 на этом мы прощаемся с вами сегодня мы рассказали вам немножечко об арома терапии и только о нескольких растениях которые могут создавать совершенно другие ощущения в нашем саду а в следующей нашей программе мы расскажем о тактильных ощущениях о рефлексотерапии и о том как это полезно детям находиться на газоне о раннем развитии детей на этом я с вами прощаюсь до свидания а 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 Субтитры создавал DimaTorzok